ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Абсолютно нет. Моя поездка в Санкт-Петербург начинается с этого дерьма. Мне кажется, у меня успехи. Я сейчас походу смогу замотаться. Но у вас пересемся. Но это не точно. Это не точно, вообще. 26 сентября. Аэропорт Шереметьево. Я съела банан. Был плодотворный день. Записывали клип. Было круто, было тяжело. Я адово натерлся на ноги. Ноги, хотелось бы сказать. Блогоноги. Поэтому мозоли теперь. Она предстоит вроде как много гулять, много ходить. Вчера я был на сутках. Прямо от них сюда и приехали. Я приехал часов 7 утра. Самолет у нас вылетает в 12. То есть 5 часов ожидания в аэропорту. Ну, пойдем в следующий этап и проходить. Пойдем проходить в следующий этап и проходить. Попутно погрузкаем самолет среди страции. Мы раз еще и доснимаем кадрики для клипов, потому что там нужен будет аэропорт. Нужна будет Катя, да. И мы как раз здесь все это и реализуем. Я думал, что я уехал от Rush Today в отпуск. Но даже в отпуске Rush Today продолжает меня преследовать. Мне кажется, Гэри было бы тоже неплохо встать на доску. Реально, ты могла бы ездить на соревнованиях, а бы не парал. Соревнования для улиток именные? Да, через Гэри пробить себе, короче. Федерацию создать, да? Да, уличная федерация. Потом тебе такое покажи. Запиливаю фотографии лучше. Лучший момент в моей жизни. Это лучший момент твоей жизни? Ну, один из двух. Мне тебя жаль. Опяточки, вот оно, западные побережья. Вот он, океан. Продолжение следует... Как там такой маршрут, ребята? Ну, покажи, что у тебя там за бумажки. Ужасная фотография. Эти люди летели 12 часов. Привет, ребята. Решили записать наш первый такой спич на ходу. Идем сейчас. Где идем? Короче, недалеко от Голливуда, недалеко от нашего дома. Вчера был первый день. А сегодня поговорим попозже. А давай пока что поговорим о вчера. Вчера было довольно-таки тяжело. У нас было включение из аэропорта. Мы там прождали часов 5-6 нашего вылета. В итоге вылет задержали полтора часа. Вообще, это был очень тяжелый перелет. Да. По всем параметрам. Он там чуть не умер. Я, короче, в какой-то момент... Ну, летели 10 часов. В какой-то момент, часу на шестом, наверное, я ощутил какое-то лютое кислородное голодание. И без шуток в какой-то момент чуть не потерял сознание. Там все всполошились, стюардессы. Ну, надо дать им должное. Они, ну, предложили по сильной помощи. Были готовы дать даже кислородную маску уже. Ну, по сути, надо было просто пустить немножко воздуха. И мне стало сразу получше. Но это было стрёмно. Я реально чуть не потерял сознание. Да, я в первую жизнь вышла из самолета. Поняла, что меня ужасно пукли все ноги. Потому что сосуды не выдерживают какой-то длинный перевяз. Ну, да. Я, выходя из самолета, еще... У меня еще тоже все спрашивали, типа... Ну, что ты, вы как там, типа, вы норм? Солнышко. Ну, блин, да. Вот, привет, Москва. Да, у нас тут плюс тридцаточка. Или около того. Мы в шортах. Я, кстати, решил надеть футболку с кириллицей, чтобы поудивлять местных людей. А я в платье. Ладно, значит, рассказали про перелет. Мы долетели. Американский аэропорт. Огромные, огромнейшие очереди. Да, нам сначала показалось, что вроде все френдли. Ну, не знаю. Прикольно было терминал, где мы распечатали, типа, заполнили анкету, нам выдали бумажку с нашей фотографией. Да, робот нас фоткал. Такой, как будто мы в газете разместили нас. А потом, да, мы стояли в газской очереди, чтобы с нами еще раз поговорили. Менты, менты с нами должны были пообщаться, да. Да, пообщаться на тему нашего приезда сюда. Мы пообщались. Думали, ну все, сейчас мы заберем багаж и уйдем. Да, будет дальше в следующей очереди. Мы смотрим, типа, такие славные собачки. Типа менты. И у них такие маленькие собачки, как они? Ну, по размеру, как таксы, короче. Ну, да, они такие няшные. Они такие в форме полицейской тоже такие смешные. Ну, да, мы думали, что они нюхают, чтобы там наркотики, что-нибудь такое. Ну, да, и мы такие стебались на тему того, что, типа, вот какие милые. А, что наши цветы? Ну, все пошли. Вот зеленый. Тут, кстати, не зеленый, а белый. Так вот, мы сейчас стебались, типа, да, вот милые собачки, но вот если собачка у тебя шмаль найдет, ты уже не будешь ее, она тебе не будет казаться такой милой. Ну, да, мы кипитали, что, типа, у нас-то шмали нет, нам бояться нечего, но в какой-то момент, короче, собака начала, ну, меня... Она мимо нас проходили с этими собаками по 2-3 раза, ничего не было, а потом в какой-то из разов собака что-то начала Катю обнюхивать. Да, она прям встала, начала царапать меня, и женщина по другу от собака такая, говорит, ну, у вас там есть какие-нибудь группы, такая, вспоминаю, что да, я из дома взяла 2 яблок, а она такая, ну, яблоки, окей, типа. Да, нам поставили, Кате на лице, на лице маркером нарисовали отметку, что, типа... Да, и визия такой, в которой мы дали приездить. Да, и нас отправили в отдельную очередь, которая называлась... Агрокультурный контроль. Да, agriculture exam area. Да, короче, выяснилось, что нельзя возить никакие фрукты ни в каком количестве, потому что это может нести вред американской агрокультуре. У меня изъяли... Знаете, что у нас в Круксе на фоне какой-то кросс-родс? Видно, нет? Прикольно. Короче, изъяли у меня 2 яблока, завесили их, и сказали, что, ну, нет. Сказали, что мы ваши яблоки... А, да, они завесили еще. Ну, да, это помесь хоть лимитка, а то, типа... Сказали, что мы их уничтожим. Да, они их уничтожают, но если бы у меня было бы там свой килограмм яблок, я бы заплатила штраф, наверное. Да, короче, да, у нас была из-за этого отдельная очередь, отдельная куча стояний. Короче, отдельный час еще мы там провели, за этих двух яблок. После чего мы сели, нашли автобус бесплатный до метро, сели на автобус, доехали до зеленой ветки, станции метро Аэропорт, как она называется, Avation Station. Зеленый веток, прям как все в Москве, только на юге. Да, купили билетик. Купили карточки, на которые билетики держатся. Да, типа тройки, здесь тоже такая тема есть. Записали поездки туда, и, в общем-то, погнали, наверное, где-то час еще мы ехали в метро, сделали две пересадки, поменяли три ветки. Ну да, метро было такое, первые две ветки, первые две, соответственно, пересадки. Это было, ну, как, как МЦК, короче, по улице едешь. Потом вот уже непосредственно наша красная ветка, где мы живем, Голливудская, там уже было под землей. Я решил поменять локацию, сзади красиво. Да, смотрите, там классная церковь. Да, мы ее отдельно еще подснимем. Вообще, пейзажи, я так смотрю, вокруг пейзажи красивые. Доехали, доехали до дома, наконец-таки. Да, вышли прямо на лее славы из метро, почувствовали запах свободы, если вы понимаете, о чем она. Почувствовали свободы, увидели людей прямо в руках с косяками, которые ходят. Да, поняли, что здесь, короче, вот так. Дошли до нашего номера, заселились. Да, скинули шмотки, были поражены размером номера, может быть, позже покажем вам. Да, размер номера, это вообще, я даже не знаю, с чем сравнить. Как самая маленькая реакционная комната для барабанщика. Да, ну, забавно. Забавно, есть интернет, благо, у нас в номере. Да. В общем, мы заселились и решили, что нам надо покушать, но, типа, чтобы не заморачиваться всякими забегаловками, мы пошли в 7-11. Да, хотя сейчас у нас тоже 7-11 тут, на другой. И что, и мы смотрим какие-то сосисточки, думаю, прикольно, да, возьмем. Вот, а оказалось, что это не сосисочки, а просто... Это просто тесто с... А внутри что-то где-то, типа, фалафеля, где-то, типа... Там был халапеньо и сливочный сыр. Ну, короче, вообще... Адова не зашло, на самом деле. Я себе взял спайку Гиннесса. Я упила какой-то сок терпикана. Вот, Гиннесс оказался не трушный. Вот, так что первый день, да, у нас как-то не особо задался. Но вот сегодня второй, соответственно, мы где-то в 9 вечера вернулись уже в номер, потому что насадки рубила. Да, но если что, разница с Москвой 10 часов, поэтому мы, считай, не спали двое суток. Ну да, а я вообще трое, потому что я еще работал сутки на Рашке. Ночь была очень странная, тяжелая. Я сегодня проснулся в 4.30, понял, что я поспал, типа, 7 часов после трех суток без сна и больше как-то не могу уснуть. Часа 3 потусил и потом еще часик смог подремать. С утра пошли искать наш завтрак. У нас завтрак есть. Да, там оказался вкусный кофе, даже порошковый, рассваренный. А, да, я проснулся, понимаю, что какая-то баба у нас прям под окном. Чуть трендит очень громко. Я думаю, да что ж такое-то, лежу-лежу, терплю. А потом для меня доходит, она трендит-то по-русски, а мы же в Лос-Анджелесе. Мы, короче, пошли на завтрак и, походу, встретились, наверное, с этой бабой как раз. Да, 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 она там была, соотечественников наших встретили. Короче, завтрак, кофеечек можете наливать, круассаны, пончики, бананчики, яблочки, если хочешь, хлопушки. Да, и типичные для американцев галлоны с молоком и соком, то есть когда у вас раз 3 литра, никаких маленьких пакетов по литру здесь это не принято. Берег усили, и сейчас идем на кладбище знаменитое, оно называется Hollywood Forever Century. Но сейчас вот у нас, можете видеть у нас на фоне какую-то крутую церковь. По идее, мы должны еще проходить здание CNN, мы должны проходить какой-то рекорд главный американский, ну, короче, здание, сейчас до него тоже дойдем. Но об этом в следующих включениях. Да? Да. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»